Всем привет, мои хорошие! С вами Акемери и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами хингал или как говорится по-азербайджански хингал. В общем, это блюдо из азербайджанской кухни. Выглядит оно вот так вот. Это обычное тесто, из которого готовят пельмени. Нарезают вот такими вот ромбиками, отваривают и подают вот с мясом и лучком. Я лук на самом деле вообще не люблю. Но здесь его совсем чуть-чуть, и он обжаренный. Как же это вкусно! Особенно мясо очень в тему. Как готовится это блюдо, вы можете просто сделать search на ютубе. Куча вообще обучающих видео. У меня здесь вот эти вот лаваши, они покупные. Также его подают с кефиром, мелко еще добавляют в кефир лучок, чесночок. И уже можно кушать. И давайте еще параллельно буду отвечать на вопросы, как всегда, чтобы видео не было скучным. У нас такой интересный вопрос, как относишься к своей внешности. Если честно, я не считаю себя красавицей, когда мои подписчики пишут красотка. Это меня немножко удивляет, тем более девушки из России. Я бы хотела много чего в своей внешности изменить, если честно. Кефирчик вообще здесь очень-очень в тему. Его бы побольше. Как это вкусно, вы не представляете. Так, вернемся к вопросу. Что меня не устраивает в своей внешности и что я хочу исправить? Кое-какие моменты, например, я бы хотела немножко увеличить губы, немножко уменьшить нос и так далее. Но просто я считаю, что мне пока что рано делать какие-то изменения. Я буду делать такие манипуляции после 25 лет. Потому что пока что я должна любоваться своей индивидуальностью. Пусть у меня не идеальные черты лица, но зато они мои от природы. Мой нелюбимый лук здесь прям как никогда кстати. Когда снимаешь мукбанки, не думаешь о том, что людям это может быть неинтересно. Я стараюсь снимать разнообразные мукбанки. То есть я вам говорила, моя бы воля, я бы снимала каждый день суши. Но я стараюсь что-то разное снимать. То из азербайджанской кухни, то из грузинской. И так далее. Что ты любишь делать в свободное время? Вот вчера у меня почему-то был такой день. Мне ничего не хотелось делать. Вот у меня куча материала было, что можно было снять. То есть я приготовила кое-какие продукты для видео. Но мне просто было лень что-то делать. Даже что-то монтировать. Вообще, когда у меня плохое настроение, мне пропадает охота вообще что-то делать. Я весь вечер просто лежала, ничего не делая, никуда не ходя. Просто лежала. И смотрела фильмы. Российские какие-то мелодрамы. Так же в ютубе, кстати. Не люблю я по телевизору это все дело смотреть, еще ждать, пока целая часа реклама закончится и так далее. Это очень-очень сытно. Я как-то даже многовато взяла, мне кажется. Сколько детей планируешь? Передай мне привет, пожалуйста. Я с Башкирией. Лиана, по-моему, ее зовут. Лианочка, передаю огромный привет. А насчет детей? Ну, сейчас я не могу сказать прям точно, сколько бы детей я хотела. Но я считаю, что чем иметь много детей, и они будут в недостатке жить, лучше иметь одного, но он будет всем обеспечен. Как бы это грубо не звучало, но я вот, например, училась в обычной школе, а потом училась в частном вузе. В частном вузе значительно лучше, чем в государственном. Правда, ты платишь больше, но я бы хотела, чтобы мои дети учились в каком-то лицее, в какой-то частной школе. Нежели в обычной общеобразовательной. Там и люди другие, и образование лучше. Поэтому я бы предпочла одного ребенка, если бы у меня были бы финансовые трудности. Потребности человека с каждым годом вообще растут. В нашем детстве нам не нужны были айпады, айфоны и так далее. Сейчас дети все это хотят. Не знаю, как вы, но я, если честно, росла очень скромно. И многих вещей, которые есть у нынешних детей, у меня лично не было. Поэтому я считаю, что нужно детей заводить по своим финансам. Если, дай бог, у меня будет возможность, почему бы нет? Я бы еще собачку хотела завести. А если нет возможности, зачем? Следующий вопрос. Когда будет влог? Я начала снимать. И где-то два дня снимала влоги. Потом так получилось, что когда я монтировала, я поняла, что это ужасное качество. Так как мои зрители уже привыкли к качеству Canon. Мы привыкли вот к такой картинке. Да я сама тоже, если честно. Я особо, знаете, не разбираюсь в настройках. Но на этом Canon даже можно сделать качество намного лучше. Потом при монтаже я даже сжимаю качество, чтобы быстрее загрузить на YouTube. Поэтому вы привыкли к качественной картинке. Если я сейчас буду снимать влоги на свой телефон, это будет очень большая разница. Если бы я мог банки тоже снимать на телефон, то вы бы не почувствовали разницу. А так... Поэтому я хочу сначала купить себе влоговую камеру от Canon. Она, по-моему, называется G7X. Стоит она ужасно дорого, кстати. Вроде такая маленькая, но стоит, как вот эта вот большая корова. Это специальная камера. У Canon предназначена для блогеров. Ее вообще купить в Азербайджане очень трудно. Вернее, ее вообще нету нигде. В каких магазинах техники не спрашиваешь, есть у вас такая камера. Все без понятия вообще, что это такое. Но их тоже можно понять в том плане, что такая камера не всем нужна. То есть зачем за 2000 монат камера человеку, который вообще не занимается блогингом? То есть фотоаппараты, я еще пойму, там фотографы могут купить. А блогерство в Азербайджане не настолько развито, чтобы прям везде продавались эти камеры. К сожалению, у нас не настолько развито. Ну, я вам так скажу. Азербайджан тоже двигается вперед. Когда я училась где-то в 10 классе, девушки никогда не оставляли свой профиль открытым. То есть это было что-то с чем-то. Ой, кто-то увидит мои фотографии. А что будет, если кто-то увидит твои фотографии? Ты что, одна единственная такая? Немножко, знаете, логика у девушек здесь была немножко тупая, если честно. Сейчас все поменялось. То есть очень большими шагами Азербайджан двигается вперед. Наверное, лет 6 назад это было что-то с чем-то, что девушка снимает видео для Ютуба. Айка, без чего ты жить не можешь? Без лазерной эпиляции. На самом деле, это очень крутая процедура. Есть отдельное видео про нее. То есть для девушек это... Сейчас не в тему немножко, но без этой процедуры я бы не смогла жить. Много ли людей узнают вас в Азербайджане? Ну да, если честно, узнают. Часто потом мне пишут в Инстаграме, что мы тебя видели там-то, там-то, с тем-то, тем-то. И я понимаю, что человек действительно видел меня, потому что я была в это время в этом месте. Вообще, это блюдо едят с лучком, но я вот этот лучок вот так вот убираю. Он, правда, в тему, но не знаю. Я как-то скептически отношусь к луку. Боюсь, что потом мне как-то будет подташнивать. Вот так вот, без лука идти. Часто ли к тебе подходят парни знакомиться? Передай привет Анне Александровне. Анечка, огромный тебе привет. Сказать, что прям часто мне проходу не дают? Нет, такого нету. Я не помню, когда в последний раз ко мне на улице подходили знакомиться. На улице нет. Но когда я иду, например, на какие-то курсы, устраиваюсь где-то на работу, когда все узнают, что я блогер. Всем почему-то это интересно. И очень часто ко мне проявляют так, внимание, так скажем. Ну, у меня есть свои какие-то критерии, да. Поэтому я одна. Ну, я вам так скажу. Большинство парней очень нравится то, что я блогер. Многие это поддерживают. То есть я бы не сказала, что здесь как-то плохо к этому относятся. Как борешься со стрессом? Например, вот вчера, не могу сказать, что прям стрессовая ситуация, но у меня было просто отвратительное настроение. И по идее мне все подруги всегда говорят, что нужно как-то развлечься, нужно куда-то пойти. Я понимаю, да, это все правильно. Но я не могу. Даже если у меня нету настроения, я пойду куда-то, не знаю, веселую компанию. Я там буду сидеть и грустить. Поэтому для меня лучшее средство для стресса – это вкусная еда и просто одиночество. Я сижу, какой-то фильм смотрю и стараюсь не думать о своих проблемах. Вот, интересный вопрос. Если бы у тебя была возможность встретиться со своим кумиром, то кто бы это был? Ребят, я просто обожаю Джонни. Не знаю, вы знаете его или нет. У него такие классные песни. У него есть песня «Лали». Обожаю его, он такой красавчик. Я бы хотела с ним сфоткаться. Надо было на жару пойти. Вот я дура реально, там же он был. В следующем году точно пойду. Хотя бы сдали его увидеть. Я бы кричала там «А-а-а-а-а-а!» Как знаете, ненормальные фанатки. И еще в плане ютуберов мне очень нравится, я всегда вам говорю, мне очень нравится PewDiePie. Я считаю, что он молодец, потому что, вы знаете, он сейчас зарабатывает огромные деньги. Даже если он ничего не будет снимать, он будет зарабатывать огромные деньги, потому что у него 4000 видео, которые крутятся, крутятся и крутятся. Но несмотря на это, человек каждый день снимает видео. То есть, просто посчитать, сколько он зарабатывает, он может до конца жизни не работать. У него уже свои бизнесы и так далее. Но все равно человек продолжает снимать контент. Это достойно уважения, и я стремлюсь тоже к этому. Последний. Сейчас вопрос обложку не забудь сделать, а я уже забыла. Почему я этот вопрос не прочитала раньше? Ладно, сделаю с пустой тарелкой, потом приклею сюда лаваши. Ты все равно не отвечаешь, мне уже надоело каждый раз задавать. Девчонки, поймите меня, пожалуйста, не обижайтесь. Я стараюсь отвечать на все вопросы, но так как вопросов бывает очень-очень-очень много, я просто не успеваю. А иногда вопросы повторяются, например, один и тот же вопрос задала 4-5 человек, а следовательно я отвечу на один. А на этом все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, может и для вас эта мелочь для меня безумно приятно. Я вас всех очень сильно люблю, с вами была Лайка Эмили, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok